Здравствуйте! В эфире «Экономика», программа, которая доказывает, что спрос рождает предложения. И сегодня в выпуске. Сэкономили не в ущерб качеству медицинских услуг, за счет чего смогли оптимизировать почти 40 миллиардов тенге в сфере здравоохранения. Почти 60% от всего экспорта. Китай – главный покупатель казахстанского урана. Кто еще закупает у нас топливо будущего? Расскажем. Сокращение добычи нефти в США. Шулемберг предупреждает мир о неопределенности на рынке черного золота в 2019-м из-за сланцевых игроков. Об этих и других темах экономики в ближайшие 10 минут Ягульна Рожендагулова начнем. Более 38 миллиардов тенге сэкономило Министерство здравоохранения благодаря внедрению элементов цифровизации. Сэкономленные деньги направили на дальнейшее внедрение и сопровождение новых IT-систем в отрасли, сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев. Его слова приводят к Урсивке Зет. Как отметил спикер, таким образом дополнительные средства выделять не будут. Эта работа ведется в рамках двух программ – Денсаулок и Цифровой Казахстан. За три квартала 2018 года Казахстан экспортировал 14 тысяч тонн урана, что в денежном выражении составило 699 миллионов долларов США, пишет Energy Prom.KZ. Наибольший объем поставок – 57% от всего экспорта отправлен в Китай – 8 тысяч тонн на 422 миллиона долларов США. На втором месте Канада – 18,2% от всего экспорта – 2,6 тысяч тонн на 108 миллионов долларов США. Замыкает тройку лидеров импортеров казахстанского урана Россия – 16,6% от всего экспорта. Также казахстанский производитель урана расширяет географию поставок своей продукции на мировом рынке ядерного топлива. К примеру, в прошлом году компания выиграла международный тендер на поставку концентратов природного урана для бразильской компании и осуществила поставку в установленные сроки. Кроме того, был заключен контракт на поставку природного урана в Швецию. Напомним, Казахстан – самый крупный добытчик урана в мире. В 2017 году Казахстан добыл 39,3% от мирового объема. На втором месте была Канада, на третьем – Австралия. Таким образом, тройка лидеров обеспечила 71,2% от объема мировой добычи урана. Крупнейшая нефтесервисная компания «Шулемберг» предупреждает о сокращении объема буровых работ на сланцевых месторождениях США. Это неминуемо приведет к снижению добычи и неопределенностей на нефтяном рынке в 2019 году. Капитальные затраты американских нефтяных компаний на поддержание добычи сланцевой нефти значительно возрастут в 2019 и в последующие годы. Резкое снижение нефтяных цен в конце прошлого года напугало американские компании, ведущие добычу сланцевой нефти. Во время селекторного совещания, посвященного подведению итогов 2018 года, глава «Шулемберг» Паул Кипсгард заявил, что сланцевые компании стали более консервативно относиться к увеличению капитальных затрат с целью наращивания добычи, отложив инвестиции в геологоразведку и добычу на более поздний срок. Три месяца назад ситуация была иной. Почти все сланцевые компании планировали в 2019 значительный рост капитальных затрат с целью увеличения добычи. Вторая пятилетка государственной программы индустриально-инновационного развития подходит к своему завершению. Сейчас идет разработка новой концепции для уже третьей пятилетки. Программа ориентирована на рост в промышленном производстве Казахстана и в первую очередь на обрабатывающий сектор. Пока же львиную долю в промышленности занимает именно горнодобывающий кластер страны. Объем промышленного производства в Казахстане за год вырос на 4,1% и превысил 27,5 триллионов тенге. Несмотря на рост в целом в 2018-м, его темп по сравнению с 2017-м замедлился. Тогда он был на уровне 7,3%. Данные прошлого года показывают положительную динамику промышленности, развития промышленности по сравнению с 2017-м годом. Рост произошел на 104,1%. Ну, если детально разделить на горнодобывающий, там рост ведет на 104,6% и обрабатывающий на 104% ровно. Ну, с начала года, темпы роста прошлого года обрабатывающий промышленности снизилась по некоторым отраслям. Это металлургия и производство продуктов питания. Если брать объем добычи железной руды, также положительно вырос на 6,5%. Также объем добычи цветных металлов возрос на 4,3%. Рост объема добычи, также угля произошло, добытое 112,5 миллионов тонн, что больше на 6 миллионов тонн по сравнению с 2017-м годом. Локомотивом отрасли по-прежнему остается горнодобывающая промышленность. Она формирует 55% общего объема промпроизводства в республике. По итогам прошлого года в этом сегменте экономики было произведено продукции в стоимостном выражении на 15 триллионов тенге. Здесь рост составил 4,6% в сравнении с 2017-м годом. На 4% в среднем подросла обрабатывающая промышленность. В разрезе обрабатывающая промышленность, тогда наблюдаем рост производства цветной металлургии на 5,4%. Химической промышленности на 8,1%. Машиностроительной отрасли на 14,3%. Производство бумаги на 4,9%. Мебели на 1,3%. И резиновых и пластмассовых изделий на 3,1%. Металлургии объем производства вырос только на 2,2% при плане 104,7%. Здесь надо учесть, что объем производства в черной металлургии, если брать сталь, снижение произошло на 18% и чугунно на 16%. В целом 2018-й стал практически для всех регионов плюсовым, за исключением трех. В минус по объему промышленного производства ушли Туркестанская, Западноказахстанская и Казалардинская области. В Туркестанской области снижение связано с уменьшением производства природного урана. В Западноказахстанской показатели упали из-за снижения добычи газового конденсата. А за счет снижения добычи сырой нефти индекс промышленного производства в Казалардинской области составил 93,1% в сравнении с показателем 2017-го. Всего же по стране в секторе промышленного производства трудится порядка 1 миллиона человек. Больше половины, 598 тысяч, это сотрудники обрабатывающей промышленности. Стоит отметить, что именно в обрабатывающем секторе наблюдается рост количества рабочих. С 2015 численность увеличилась на 46 тысяч. В рамках государственной программы индустриально-инновационного развития за прошлый год были введены в строй 104 предприятия по всей стране. В результате чего постоянную работу получили почти 13,5 тысяч человек. Вторая пятилетка завершается в 2019 году. И сейчас идет разработка новой концепции индустриально-инновационного развития на 2020 и 2024 годы. Уникальность заключается в том, что, во-первых, сохраняется преемственность предыдущих программ. То есть основной фокус идет на развитии обрабатывающей промышленности. Но, тем не менее, здесь меняются некоторые качественно новые подходы. Подходы в том плане, что здесь будут рассматриваться, во-первых, основной упор делается на сопряжение инновационного, индустриального развития с развитием региона, с пространственным развитием. Это первый подход. И второй в том плане, что будет учитываться симбиоз инновационного, технологичного развития. И человеческий капитал, как бы, всем вместе в этом отношении. И акцент делается на том, что государство должно взаимодействовать с бизнесом, то есть выступать как партнер. Доля промышленного производства в общей структуре ВВП составляет примерно 30%. При этом горнодобывающий сектор – это 15% ВВП. А обрабатывающая промышленность по итогам 2018-го – 11,7%. Радует тот факт, что доля обрабатывающего сектора во внутреннем валовом продукте страны постепенно увеличивается. По сравнению с 2016-м годом показатель вырос на 1,6%. Во многом, как отмечают эксперты, это благодаря реализации и результатам программы индустриализации. Это была «Экономика», программа, которая доказывает, что спрос рождает предложения. Я Гульнара Жендагулова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова